В этой лекции я собрала, безусловно, основы, которые заложены в этой книге, плюс опыт наших и рекомендации наших зарубежных коллег, и практические навыки, которые мы приобрели при тесной работе с хирургами-мамологами и пластическими хирургами. Итак, эндопротезирование молочных желез сейчас это одно из самых популярных пластических операций, и несмотря на то, что методы и сами импланты постоянно совершенствуются, тем не менее, все равно достаточно много остается и общих хирургических, и специфических сложнее. И женщины, которые делали когда-то контурную пластику полиакрил, амидным гелем, теперь уже приходят с поздними осложнениями, их тоже нужно правильно оценивать и интерпретировать в помощь нашим коллегам-хирургам для правильной ликвидации последствий этих пластических вмешательств. И учитывая, что МРТ молочных желез стал достаточно широко применяться, у нас в Петербурге очень широко применяется, нужны единые подходы к выполнению этого исследования и к трактовке тех изменений, которые мы с вами увидим. Пробежим сюда по видам мамопластики, это эндопротезирование, увеличение молочных желез с помощью имплантов, контурная инъекционная мамопластика полиакрилами и эвенгеля, редакционная мамопластика, это уменьшение молочных желез, мастопиктив, подтяжка при опущении, реконструктивная мамопластика, это сейчас очень популярная операция при мастектомиях, воссоздание молочных желез и коррекция сосков и ареал, это чаще всего применяется в совокупности с вышеперечисленными вмешательствами. По способу установки имплантов существуют разные методы, раньше в основном применялся метод ретро-маммарный, но он сейчас применяется редко, потому что при опущении молочных желез опускается вместе и имплант, и это вообще требует замены. Наиболее часто сейчас применяется комбинированный метод, когда имплант уставлен и под большую грудную мышцу, и под молочную железу, под железный треугольник. Итак, МРТ молочных желез. Когда мы оцениваем и ткань молочной железы, и импланты, исследование получается достаточно длительное, потому что к стандартным протоколам, которые выполняются при исследовании тканей молочных желез, это нативные протоколы, диффузионные взвешенные изображения и динамическое контрастирование, с помощью которых мы можем выявить изменения подозрительные на онкологию, мы применяем специальные протоколы для оценки структуры самих имплантов. Это протоколы, которые помогают подавить сигнал от остальной ткани и сделать силикон ярким, и наоборот, сделать силикон темным, подавить сигнал от него и выявить изменения в тканях. Итак, давайте посмотрим. Нормальное расположение импланта, коррекция асимметрии. Имплант имеет правильную сферическую форму, расположенный ретро-маммарно, ретро-векторально. При подавлении сигнала от силикона мы видим однородный подавленный, низкоинтенсивный сигнал. При выявлении сигнала от силикона мы видим, что контур имплант абсолютно четкий и ровный, никаких затеков нет, и структура импланта однородная. Для конструктивного пластика хочу остановить за несколько слов, потому что часто устанавливают такой прибор, как экспандер. Это силиконовый баллон, который очень напоминает имплант. Он состоит из двух обычных камер. Заполняется он физиологическим раствором в ложе удаленной железы и постепенно увеличивается в объеме для того, чтобы создать ложе для установки уже постоянного импланта. И сейчас применяют импланты временно-постоянного ношения, когда мы видим двухкамерную полость с физиологическим раствором с силиконом. Трубочки, которые установлены внутри спорт-системы и которые позволяют подкачивать жидкость в этот экспандер, увеличивать объем морочной железы. И когда объем достигается нужного размера, то можно спорт-систему удалить и имплант этот станет уже постоянного ношения. Нужно понимать, что вот есть такая структура с двойным контуром, и это нормальное состояние экспандера не является осложнением. Интересно, что в последнее время стала применяться профилактическая мастектомия. Это совсем недавно молодая женщина, которая очень переживала по поводу того, что у нее по женской линии все страдали раком морочной железы, сделала генетику, выявили носительство версии гена и выполнена двухсторонняя профилактическая мастектомия, нормальное состояние имплантов, расположено в ложе удаленных желез. Контуры имплантов новые, могут быть слегка волнистые, с небольшими радиальной складками, без скопления жидкости по периферии. Смотрите, очень хорошо видно, у нас в специализированных протоколах мы видим структуру самого силикона, без каких-либо лишних включений, без распространения за пределы контура самого импланта. Итак, теперь поговорим уже об осложнениях. Мы поняли, как в норме они должны выглядеть, и осложнения бывают общихирургические и специфические. Общихирургические, понятно, это гематома, сирома, воспаление и специфические осложнения, о которых мы потом остановимся, это фиброзно-капсулярные контракторы, внутрикапсульные разрывы, экстракапсульные разрывы, редко сейчас встречается дефляция или истечение имплант и дистопия. Итак, наша задача с вами входит вылить вид осложнения, его правильно описать. Отдельная история это осложнения после пластики полиакриламидным гелем, я вам покажу почему. И это естественно не исключает наших обязательств в отношении уявления признаков подозрительных нарабов. Итак, три недели назад выполнена операция по поводу установки импланта с двух сторон. Женщина жалуется на боли, плотные по ощущениям молочные железы. Посмотрите, мы видим деформацию правого импланта, в ложе импланта мы видим жидкостное содержимое, причем жидкостное содержимое с признаками седиментации. Женщина лежит на животе, плотная часть расположена ближе к соску, более жидкая часть содержимого ближе к этому амартному пространству. Это признак высокого содержания в ней белка, это признак гематомы, чутичная гематома в ложе правого импланта и небольшое скопление жидкости в ложе левого импланта. Еще один пример, женщина полтора года назад выполнена пластику молочных желез, жалуется на периодические боли и посмотрите, какая деформация импланта и в ложе. Мы видим жидкостное содержимое, на программах Т1 с жироподавлением очень яркий сигнал, признак высокого содержания белка. Деформация и правого импланта, и женщине прооперировано и эвакуировано около 300 мл эксудата такого, видимо была резированная кровь с привыками воспаления. Посмотрите, по периферии мы видим признаки отеков по периферии капсулы имплата. Фибротно-капсулярная контрактура – это самое частое осложнение. Делится она на четыре степени. Мы начинаем с вами различать, начиная только со второй степени, когда можно видеть незначительную толщину капсулы, но при этом форма импланта не меняется. При третьей степени мы можем видеть изменение формы импланта, неравномерное утолщение капсулы, и уже при четвертой степени импланты меняют форму на кровью, увеличивается передний и задний размер, и женщина уже жалуется на деформацию, на плотность железы, на смещение импланта. И как это выглядит при МРТ? Мы видим асимметрию увеличения переднего и заднего размера по отношению с противоположной стороной. Мы можем видеть утолщение капсулы, повышенную складчатость и скопление жидкости. Хирурги просят нас измерять объем импланта, который поддерживает ударение. Мы измеряем в трех проекциях его и высчитываем по специальной формуле объем импланта. В данном случае объем около 300 мл, толстая капсула, но признаков внутрикапсульных разрывов нет. А теперь поговорим про внутрикапсульные разрывы, которые как раз приводят к быстрому формированию фиброзно-капсулярной контрактуры. Это разрыв силиконовой оболочки, но при этом фиброзная капсула интактна. И клинически эти внутрикапсульные разрывы вообще никак не беспокоят женщину. Единственное, что происходит в формировании контрактуры, железа уплотняется, и женщины начинают чувствовать дискомфорт. Существуют патогномоничные признаки, характерные для возрикапсульных разрывов, и признаки, которые могут предполагать наличие этого разрыва. Итак, патогномоничный признак – это симптом языка, это спавшаяся силиконовая оболочка. Если мы на программах, которые мы используем для оценки импланты, увидим вот такую структуру, то мы, безусловно, говорим о том, что есть признак внутрикапсульного разрыва. Но есть еще и признаки, которые предполагают разрыв. Это субкапсулярная линия, это начальное отслоение оболочки импланта у фиброзной капсулы, это симптом слезы, в которой происходит инвагинация силиконовой мембраны с наличием капельки силикона. Это симптом петли или замочной скважины, которые тоже свидетельствуют об инвагинации силиконовой оболочке. При этом эти признаки мы должны с вами вести не только на одной проекции, но и на двух. Давайте посмотрим. Итак, вот он симптом языка – спавшаяся силиконовая оболочка, изменение формы импланта, наличие субксулярных линий. Когда разрывается оболочка, жидкость, которая располагается в норме, в минимальном количестве может располагаться между капсулой импланта и фиброзной капсулой, она попадает внутрь силикона. Возникают вот такие вот вкрапления жидкостного содержимого внутри силикона. Очень хорошо видны на специальных программах подавления сигнала от силикона. При этом при контрастировании увидим, что патологического контрастирования ткани и фиброзной капсулы нет. И еще один пример очень красиво видно – субксулярная линия дартслайна, оболочка импланта, симптом слезы, симптом заморочной скважины и вот эти воскопления жидкости внутри силикона, внутрикопсульные разрывы. Часто они сочетаются с воспалительными изменениями. Как в данном случае, помимо вот этих вот признаков, которые говорят о вспавшейся силиконовой оболочке, от ее отслойки, мы видим и повышение сигнала от ткани, утолщение кожи, изменение соска. И здесь даже при контрастировании выявлено наличие свища у пациентки с внутрикапсульным разрывом. Экстракапсульный разрыв, конечно, встречается намного реже. Это разрыв фиброзной капсулы, когда гель выходит, силикон выходит за пределы ткани с наличием силиконовых прозитов, силиконовых затеков рядом с фиброзной капсулой. И это практически всегда сопровождается внутрикапсульным разрывом, реагирует акселярная и внутримаммарная лимпозой и может собравиться воспалением. Буквально до последнего момента мне казалось, что я смогу представить только снимки из интернета, которые посвящены этим экстракапсульным разрывам. Но совсем буквально недавно передокладно пришла женщина. Это часто так бывает с наличием экстракапсульных разрывов. Буквально за полтора года в первый раз, когда мы увидели четко разрыв фиброзной капсулы, выход силикона за пределы, при наличии признаков внутрикапсульного разрыва. Вот фактически истечение силикона за пределы. Это специальные программы, которые выделяют силикон. Это именно силикон, это никакая не другая жидкость. Встречается редко, но нужно безусловно помнить об этом, потому что это точно необходимо достаточно выстроил хирургическое вмешательство. Если это нет капсулами и разрывами, это может быть в плановом порядке. Теперь про моему пластику полиоприламидным гелем. Это, конечно, была достаточно негуманная операция для женщин, когда с помощью шприца, совершенно хаотично, этот гель вносили, поливали в ткань волночной железы и увеличивали ее объем. Помимо того, что это было очень много острых осложнений и эти процедуры прекратили к 1999 году все, но тем не менее у части женщин наличие геля сохраняется в ткани молочных желез. Конечно, их это очень беспокоит, и они приходят перед операцией для того, чтобы хирурги смогли максимально полноценно удалить это гелевое содержимое. И учитывая, что операции проводились достаточно давно, то осложнения поздние и выглядят они очень необычно. Что мы должны с вами увидеть? Мы должны с вами увидеть инвибицию ткани молочных желез с мелкими частичками геля. Мы увидим гелиомы, это такие плотные образования, которые окружены фиброзно-измененной тканью и с вот этим гелем внутри. Они могут содержать по периферии граниматозные разрастания, обезвестления. Отдельная история – это гелевые озера, это участки расплавления ткани с формированием таких жидкостных гелевых пространств, которые тоже окружены фиброзной капсулой, обезвестлениями, граниматозными разрастаниями. Все это может сопровождаться и септическим воспалением. Гель может мигрировать не только внутри ткани молочных желез, но и по грудной стенке, в оптиминальное пространство, в акселярные области, в лимфоузлы и так далее. По-разному это выглядит, это, конечно, только срезы определенные, то есть просматривая весь объем исследования, это, конечно, впечатляет. Вот это гелевое озеро, то есть расплавление тканей. Внутри вот эти вот тяжели – это сосудистые нервные пучки, которые проходят сквозь вот это жидкостное содержимое и как шнуры выглядят. Я была на операции, я видела, как это выглядит, устрашающе. И гелиовое, да, как образование с обезвестлением, с лимеодородной фиброзной капсулой, с имбрированием гелием и лимфоузлов и самой ткани железы. Вот у этой женщины, например, вообще казалось, что это инфланта, но это гелевое озеро. Это огромное пространство с гелием, с фиброзной капсулой, с разрастаниями, с гранулематозными фрагментами вот этих вот тяжей сосудистых нервных пучков и формирование рядом гелиома. При контрастировании мы видим, что грануляционная ткань очень хорошо контрастируется с признаками гиперваскуляризации. Графика, правда, чаще всего добро-качественного типа первого и второго. И вот у этой женщины из каждой молочной железы украина по 500 миллилитров жидкостного содержимого, с хлопьями фибринами, с густыми веками геля. И установлены свежие импланты. Теперь несколько слов о редукционной малопластики и мастопексии. Это когда объем молочных желез, наоборот, уменьшается. Но при этом очень часто это вызывает определенные осложнения. Самые частые это жировой некроз и олеогранулионы. И на УЗИ, при маммографии, они выглядят как узловые образования. И женщина приходит на МРТ с подозрением на онкологию. Наша с вами задача разобраться все-таки это изменения, связанные с раком молочной железы или это осложнение после мастопексии и редукционной малопластики. Вот посмотрите. Мы видим вот такие вот структурные изменения неоднородных сигналов. Кажемные плотные фиброзные капсулы с тяжистыми контурами. Это выглядит как объемное образование. Но на программах жироподавления очень хорошо видно, что сигнал в центре подавился еще сильнее, чем обычная жировая ткань. Это как раз характерно для жирового некроза и олеогранулиона. Он становится черным. Мы тогда понимаем, что это жировая ткань, это не опухоль. Вокруг фиброзная грануляционная ткань. Вводим контрастный препарат, смотрим, как проводится контрастирование. Графики в основном, конечно, доброкачественного типа. Но мы понимаем, что это фиброзная грануляционная ткань и активное воспаление вокруг олеогранулиона, которое требует все-таки наблюдения. Или у той же женщины в нижних отделах молочной железы сформировались по ходу операционного доступа грубые рубцы фиброзные с наличием вот таких вот гранулеон, которые достаточно активно накапливают контраст с признаками гиперваскулилизации. Это гранатические непременения второго типа, которые тоже требуют, конечно, динамического наблюдения. И подходим к тому, что наличие имплантов никаким образом не исключает рак молочной железы, но тем не менее и не является фактором риска развития рака молочной железы. Это доказано множественными исследованиями. Наша задача помимо оценки состояния имплантов, безусловно, оценить ткань молочной железы на предмет онкологии. Если мы увидим образование, мы должны оценить его распространенность и его отношение к импланту. Как пример, женщину, которая профилактически пришла при наличии имплантов для оценки ткани молочной железы, мы выявили на границе с железным треугольником и имплантом кистозно-узловое образование, которое достаточно хорошо контрастировано с признаками гиперваскулилизации на диффузионных различных соображениях. Визнаки повышенной целлюлярности, БАРАЦ-4 точно, при операции выявлена атипичная гиперплазия. И БАРАЦ-5, опухолевый узел, тут уж совсем никаких нет, который помимо своей формы и структуры, мы видим, что он деформирует контур импланта, те же распространяются в дом фиброзной капсулы, поэтому необходимо удалять всю глость, включая импланты. Потому что сейчас в последнее время при наличии небольших раков хирурги оставляют импланты. Если расстояние тропухолевого узла до импланта не менее 1 см, в данном случае есть инвазия фиброзной капсулы. МРТ молочных желез позволяет не только выявить и оценить все виды общихирургических и специфических осложнений после различных видов малопластики. Многочисленными исследованиями доказано, что при наличии имплантов это метод выбора, потому что МРТ молочных желез никаким образом наличие имплантов не влияет на чувствительность и специфичность этого метода в отношении рака молочной железы. Спасибо.